На 345-м километре Серовского тракта, на ближайших поступах к Серову, в седьмом часу вечера, то есть уже в кромешной тьме, случился неравный и смертельный бой между Шевроле Ланосом и значительно более мелколитражным малышом Део Матис. Фабула смертоносного замеса для зимы довольно-таки банальна, но удивляет стаж пилотирования виновника столкновения, рулевого Ланоса. По данным ГАИ, 60-летний водитель рулит уже 41 год, и несмотря на такой могучий опыт, он все же явился инициатором гибельного ДТП, то есть попал под уголовку и в свои предпенсионные 60 получил шанс отправиться за решетку. Вот право слово, пешеход никогда никого не убьет на дороге машиной и не сядет за это, так что владение автомобилем это еще не есть признак счастья. По данным ГАИ, 60-летний пилот Ланоса, невзирая на колоссальнейший опыт, на зимней Серовской трассе не справился с рулем, вылетел на чужую и атаковал первый встречный ДЭУ «Малыш», в котором сидел 39-летний водитель. Неравный бой и Матис улетел в снежный бруствер, внешне напоминающий вывернутый наизнанку кювет. Пилот мелколитражки погиб мгновенно. В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летний водитель автомобиля «Шевроли Ланос» по неустановленным данным совершил выезд на полувстречное движение, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ДЭУ «Матис». В результате столкновения водитель автомобиля ДЭУ «Матис» 80-го года рождения скончался до прибытия скорой помощи. В неравном бою виновник замеса из Ланоса выжил, но сильно повредился здоровьем. Врачи из Серовской клиники надиагностировали ему сотряс, закрытую ЧМТ, перелом правой руки и перелом ребер справа. Но, думается, не это сейчас для него главный головняк. Впереди после отлежки замаячила отсидка. А ведь человек 41 год за рулем. И вот сорвался. Госавтоинспекция города Серова убедительно рекомендует соблюдать скоростной режим, учитывая дорожные и погодные условия, особенно в темное время суток.